Приветствуем, дорогие мои зрители! В этом новом году, 2016, я снимаю мое первое видео. Хочу вас поздравить с наступившимся 2016 годом. Желаю вам удачи, счастья, благополучия и всего самого-самого наилучшего. Я хочу также поприветствовать моих новых подписчиков. Большое вам спасибо за то, что вы обратили внимание на мой канал. А также хочу поблагодарить моих старых подписчиков, которые до сих пор остаются мне верны и остаются со мной. Так что давайте пожелаем друг другу всего самого наилучшего и чтобы у вас ваши мечты сбывались. Ну, наконец-то я вновь с вами и снимаю это видео для вас. Конечно же, я также получаю огромное удовольствие, когда снимаю видео для вас. Поэтому я думаю, что мы друг другу приносим пользу. И хочу сказать, что сегодняшнее мое видео будет про покупочки месяц декабрь прошлого года, 2015 года. Так что же я вам сегодня буду показывать? А буду я вам показывать парфюмерию. В месяце декабря, в прошлом году, я решила закончить старый год, то есть прошлый год, парфюмерной покупочкой. Насладиться на полную катушку. Потому что цены были выгодные на парфюмерию. Были скидочки минус 30, минус 40 и минус 50 процентов скидки на парфюмерию на разные бренды. В общем-то и сзади меня, вот вы видите вот эти все, вот эта коробочка, где я пальцем указываю, вот этот омборчик, это старый, я уберу. Ну, в общем, вот эти вот все сзади пакеты с покупочками. И я вам буду их сейчас показывать. Вот этот пакетик, где написано Merry Christmas, это подарок, который мне сделала моя подруга Ливия. Это никак не парфюмерная покупка, но очень дорогой подарок. И я вам так мельком покажу, что мне подарила моя подруга Ливия, потому что я все-таки думала сделать отдельное видео. Может быть, я все-таки сделаю отдельное видео. Но покажу сейчас кое-что вот так. Это колеш, экстракт, 15 миллилитров. В общем, даже запечатанной. Это Жан Пату, эстракт, экстракт. Вот. И еще, что мне подарила. Вот. Я очень хотела купить вот этот экстракт от марки Hermes Amazon. Но как-то я уже пожалела денег под конец, когда закрывался магазин Эми прошлым летом. Все-таки Ливия оставила для меня вот этот аромат. Он не продался. Ей было жалко, что он просто уйдет в никуда. Она решила его придержать для меня и подарила мне на Рождество. Еще подарила мне 30 миллилитров. Вот такой аромат. Так что у меня есть Балепим в коллекции. И еще мне подарила моя подруга вот такой экстракт. 5 миллилитров. Это вообще супер. И еще, что мне подарила. Еще. Это уже третий флакончик у меня. У меня три флакончика вот такого аромата. Не знаю. Пусть будет три. Может кому-то потом подарю. Не знаю. Посмотрю. В общем-то, еще самое главное, что для меня подарила и самое приятное для меня, это вот такая открытка. Правда, здесь написано с днем рождения, но суть не в этом. Суть в том, что здесь нарисовано на этой открытке выбито. Вот, смотрите. Это мы познакомились в парфюмерном магазине с Ливией. И она мне решила подарить вот такую открытку с таким вот парфюмерным магазином. Ну, супер-супер открытка. Я не знаю, где она нашла вот такую открытку, но это для меня очень-очень приятный подарок. Естественно, поздравления. Вот. И давайте будем открывать мои парфюмерные наборчики, которые стоят сзади меня. Один наборчик, наверное, я не буду открывать, потому что все-таки я решила его, ну, то есть не решила, я решила его купить для моего мужа. Я подарила моему мужу. Он пока его не открыл, и как-то я себя буду чувствовать немножко виноватой. Перед ним, если я открою. Хотя, конечно, у нас проблем с этим нет, но все-таки лучше всего пусть он откроет сам свой подарок. Рано или поздно я все равно его покажу. Это аромат от марки Guerlain. Называется Home Ideal Cologne. Это такая белая бутылочка. Цитрусовый, очень-очень красивый аромат. Я его купила по своему вкусу. Все ароматы, которые я покупаю для моего мужа, только по моему вкусу. Если ему не понравится, я буду с удовольствием носить этот аромат. Так что, буду убивать два зайца, как говорится. Ну что ж, а сейчас я встаю и вам буду показывать мои очередные покупочки. Будем открывать и высматривать. Вот этот аромат для моего мужа, по-моему, мы открывать не будем. Лишь хочу показать одно, то, что подарили два пробника. В общем, не могу с вами не поделиться. Это значит Aqua Essential Blue. Вот такой вот пробник. Я его даже не пробовала, не знаю. В общем, как он будет пахнуть. Перед вами лежит журнал. Этот журнал с магазина Penale. Называется Penale Planet. Здесь есть рекламка на аромат, который я купила в подарок для моего мужа. Вот так вот выглядит сам флакон. И хочу вам зачитать две строчки. L'Omue Ideale est un mito. Et son parfum est un realtà. Еще мне очень сильно понравился аромат, который мне подарили. 5 мл. От марки Serge Lutens. Eau de parfum. Feminine du bois. Вот. Ну, очень приятная миниатюрочка. Nano флакончик. Вот смотрите. Очень красивый. Итак. Один аромат у меня уже есть открытый. Это Versace. Это Yellow Diamond Intense. В общем, вот смотрите. 30 мл. Я решила купить всего лишь. Этот я не просила запаковывать. Но как-то все равно уже было. Может быть, была уставшая. Ой, как мне понравился вот этот аромат. Я словами просто не могу передать. Очень красивый. Но я не решилась покупать 50 мл. Потому что я немножко с прохладцей отношусь к вот таким вот ароматам. Но хотелось мне попробовать. Потому что одна девушка на фрагрантике спрашивала, продаются ли еще вот такие ароматы именно Intense. Это не туалетная вода. Это Eau de parfum. И я подумала, может быть, надо пойти посмотреть. Тестера не было. Поэтому я решила купить. И если честно сказать, аромат хрустальный, красивый. Меня совершенно не разочаровал. Есть вот этот почерк этой линейки. И хочу еще другие купить. Но пока у меня только вот этот есть. И советую на зиму, на меха, вот этот именно Intense. Очень, очень мне понравился. Он свежий. И одно время... В одно время и теплым его не назову. Совершенно не теплый. Свежий, сладкий, хрустальный. Вот так. Очень приятный. И, кстати, очень стойкий. Вот этот аромат. И дальше, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что мне дали... Что мне дали при покупке этого аромата. Это мне дали аромат от марки Шанель. Номер 5. Потом мне дали аромат... Аква де Парма. Оде Парфам. Это значит так. Магнолия Нобиле. И дали мне Альен от Терри Мюглер. Оде Парфам. То есть, мне дали 3 пробника. Это магазин был вот такой вот. Эдхос. Дальше, что я им хочу показать. Вау! Что я хочу показать. Аромат от марки Givenchy. Роза. Прекрасная роза. Я купила. Совершенно недорого заплатила за этот аромат. Кстати, у меня есть здесь чек. Это у меня... Так, да-да-да. Вот, пожалуйста. И пробники сразу покажу. Дали мне пробник от марки Новый аромат. От марки Missoni Новый аромат. Missoni. Очень сладкий, сладкий, сладкий. Мне не понравился. Пока. Вообще. Я не знаю. Если его зимой нельзя носить. Может быть, летом по-другому заслучит. Иногда такое бывает. Очень стойкий, очень сладкий аромат. Аромат может раскрываться хорошо летом. Так что не все ароматы должны быть свеженькими, легкими, цветочными на лето. Я обычно летом наношу на себя очень тяжелые и стойкие ароматы. Потому что они немножко теряются в тепле, в жаре. И очень красиво раскрываются на моей коже. Поэкспериментируйте. Меня не душат. И Narciso Rodriguez Lapsulu. Если кто-то говорит, что я неправильно произношу ароматы. Я произношу ароматы, как у нас здесь произносятся на итальянском языке. Мне нет надобности изучать еще английский. Потому что Lapsulu говорится на... Narciso Rodriguez говорится на итальянском языке вот так. Произносится вот так. Mavie Pur Femme Boss. Тоже очень красивый цветочный аромат. Мне понравился. Хотела купить, но вернулась в магазин. Уже его распродали. Тоже наборчик стоил 30 евро. Я хотела купить, но потом уже плюнула. Потому что его не было. И я не стала уже покупать по полной цене. То есть смысла нет. Olympia Paco Rabanne. Ну, все знакомы. Вот такая вот упаковка. Вот такой вот набор. Здесь 30 миллилитров. Это туалетная вода. Здесь у нас крем. Это не крем. Это пор звезды. Это молочко или крем для тела. Вот в этом тюбике. И вот этот красивущий, красивущий, красивый аромат, который мне очень понравился. Когда я его наношу, он мне нравится. Когда я дожидаюсь середины, то есть когда он немножко раскрылся, он мне еще нравится. Но когда раскрывается база, он мне совершенно не нравится. Зимой на мне этот аромат, к сожалению, замыливается. Поэтому, дорогие мои, увы. Аромат красивый. Вначале очень красивая хрустальная роза. Для меня хрустальная роза. Такое настроение праздничное мне преподносит данный аромат. Вот этот аромат. Но, к сожалению, потом он просто замыливается. Мне неприятно, некомфортно мне в этом аромате. Но я знаю, что у моей сестры приблизительно такое направление, как вот этот аромат. И я попробую ей подарить. Ну, если уж ей не понравится. Ну, не понравится. Ради Бога. Так уже и быть. Может быть, когда-то все поменяется. Может быть, надо попробовать нанести его весною, летом, осенью. Может быть, да. Не знаю. Но так как я собираюсь сделать подарок моей сестре, может быть, он туда и поедет. В Украину. Следующий аромат, который я бы хотела вам показать, это вот этот аромат. Я этот аромат давным-давно хотела купить. Это шипровый аромат. И очень красивый. Но когда я его тестила весною, летом и осенью, он мне не нравился. Он меня душил. Поэтому я всегда отходила от него. И думала, ладно, не буду покупать. Нему этот аромат. Но этой зимой все-таки я опять его решила потестить. И он заиграл прекрасной туберозой. Такой красивый аромат. Во-первых, он очень красиво раскрылся на блотере. И я решила нанести его на кожу. И когда я его нанесла на мою горячую кожу, все, я побежала за вот этим флакончиком, пока они еще были в магазине. Да еще и по такой цене. Цена была 17 евро с копейками. Но это вообще смешно было. Я очень рада, что я купила. Кто любит туберозу, это бюджетный вариант. Супер аромат. Здесь у меня 100 миллилитров. А в принципе цена здесь 29 евро. Вообще так, без скидки. Спокойно можно купить. Этот аромат марки La Perla. Наборчик вот такой вот. Буду вам показывать, как красиво мне оформили. Вот такой аромат. Такая красивая новогодняя упаковка. Это вот в этом магазине. А пробников мне сколько надавали здесь? Боже мой. В этом пакете у меня лежат пробники. Эти пробники мне дали при покупке аромата от марки Valentino. Сейчас мы положим на стол все эти пробники. Для того, чтобы нам было удобно рассматривать. В общем здесь чек. И значит мы видим здесь, когда я купила этот аромат. Первый пробник, который мне попадается от марки Cisley. Такой вот аромат мне дали. В общем я зачитывать не буду. Вы сами читайте название и марку. Вот такой пробник. И еще один пробник от марки Moschino. Вот такой мишка. Очень интересный аромат. Очень красивый, немножко сладкий и очень стойкий. Дальше аромат от марки Cisley. Вот такой аромат. На мне он не стойкий и не понравился. Дальше аромат мне очень сильно понравился от Prada. Prada Candy. Когда-то куплю. И еще один аромат от марки Cisley. Вот такой вот аромат. Красивый аромат. И еще один аромат. Это нишевый аромат. Так вот он называется. И все. И сейчас. Ну давайте будем распечатывать вот этот аромат. Вот. Это Валентино. Валентино Пинк. Мой инструмент. Я люблю аккуратно распечатывать. Я не люблю рвать слюду. Конечно же я не собираюсь этот аромат продавать. Если кто-то думает, почему я так аккуратно распечатываю. Это мое я. Наверное вы все догадались, что это за флакончик. Но я все-таки купила. Потому что для меня это очень-очень яркий флакончик. Подымает мне настроение. У меня 50 миллилитров. Здесь не написано, что это лимитированный выпуск. Хотя в магазине мне говорили, что это лимитированный выпуск. Вот. Такая упаковка. И вот такой вот флакончик. Здесь я не знаю, что это заглушка. Или колпачок. По-моему это заглушка. Скорее всего мы ее сразу отставим. И будем смотреть на это очарование. В общем, я бы не сказала. Он не прорезиненный никакой. Это не резина. А может быть и да. Может быть и прорезиненный. Мне нравится. Он не такой насыщенный, как вам кажется на видео. Он довольно-таки тусклый. Это все какой-то... Вот этот цветок из железа. Конечно, в кадрике он смотрится очень ярким, розовым. Действительно пинг. А если посмотреть в реальности, он так не выглядит. Он потемнее. И он не выглядит так вульгарно, как вам кажется в видео. Так что об этом никакой блогер не говорил. А я вам скажу. Ну что ж, нанесем. Так. Один, два. Пошел третий. Ой, красивый. Красивая клубничка. Шикарный аромат. Мне нравится. Летом он мне не понравился. А вот зимой он мне нравится. Приятная сладкая клубничка. В общем, надо ждать, пока она раскроется. Я ждала этого момента, когда я буду распечатывать вот эту упаковочку, для того, чтобы показать вам. И, конечно же, я буду пользоваться с удовольствием вот этим ароматом. Но, честно скажу, мне больше нравится, как выглядит в кадрике флакон. Вот это вот оно, железное. В жизни он не такой. В общем, меня немножко разочаровал. В жизни, как выглядит этот флакон на самом-то деле. Отпечатки пальцев не остается. Ну, в общем, не знаю. Если вас будет интересовать мое мнение про этот аромат, вы мне напишите, сообщите, я сниму видео. В магазине Аква и Сапоне я решила купить наборчик от марки La Perla. Заплатила всего лишь 26,90 евро. В общем, давайте будем распечатывать данный аромат. Такой принцесс, длинный. Конечно же, распечатывать, снимая видео, очень неудобно. Наверное, это буду делать первый и последний раз. Вот такой наборчик от марки La Perla. Называется этот аромат Жайме Ла Нут. В общем, что могу сказать, здесь все такое бархатное, красивое. Посмотрите, вот такой вот аромат. 30 миллилитров, запечатанный. Наверное, я сейчас уже этот распечатывать не буду, потому что длинное будет видео. И, наконец-то, мы подошли к концу. Сейчас я вам покажу два последних парфюмерных наборчика. Купила я эти ароматы в магазине Пенали. И давайте начнем с этого пакета. Значит, упаковку мы отложим. Здесь есть пробники. Образцы ароматов, которые мне дали при покупке этого аромата. Цена была вот такой. И значит, что дали. Вот, смотрите. А, кстати, показала вот так. Шанель Шанс. Такой пробник. Потом, Аква Ди Парма. Блу Медитеранео. Оранчо Ди Капри. Не очень мне понравился. Цитрусовый, апельсиновый и химозный. В общем, Коко Мадмуазелле от марки Шанель. Пока отложим в сторону. И, значит, вот эта покупочка мне обошлась в 33,50. Дали мне Шанель Шанс. Потом Валентино Уому. Это мужской аромат. Потом еще мне дали Олимпия. Пако Рабане. Шанс. Шанель номер пять. Премьеры. Премьер. Очень красивый аромат. Я люблю этот аромат. И Алюр для мужчины. Шанель. Я распечатала уже эти наборы. Для того, чтобы не занимать время видео. Давайте будем смотреть. В общем, это Герлен. Смотрите, какая красота. В общем, аромат вот такой. Летом очень красиво звучит фисташками. Правда, сейчас мне он не очень нравится. Я пока им пользоваться не буду. Буду ждать теплого лета. В общем, вот такое вот приобретение. И следующий аромат от марки Эммануэль Унгаро Дива. Давайте. Ой, еще здесь что-то положили мне. Скидочки. Уай, скидочки. Скидочки. Интересно. Итак, как нам здесь это все распечатать. Ах да, вот здесь оно все распечатывается. Вот так вот. Косметичка. В общем, здесь вот кое-кустое. Здесь на коробочке, в принципе, нарисовано. Да, что должно тут обходить. Косметичка. Вау. Аромат. От марки Эммануэль Унгаро 50 мл. Этот аромат реально на маслах. Очень хороший, стойкий. И надо будет его как-то потестить тщательно в доме. И снять видео. Когда это будет, я не знаю. Ну, если вы сделаете запрос, это будет быстро. И вот такую вот миниатюрочку мне дали. Пять миллилитров. Что же у нас здесь? Вот такая вот миниатюрочка аромата вот такого. Ну, приятно, в принципе. Очень приятно. В коллекцию пойдет. Попробуем. Косметичка, как сказать, так себе пригодится. И на этом, наверное, все. Ну, что ж, дорогие мои. Мое видео подошло к концу. Я надеюсь, что видео вам понравилось. И что вы с удовольствием будете ждать моего следующего видео. Я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего самого наилучшего. Как всегда, я вас целую. Пока. Продолжение следует...